Все предложения и обращения жителей республики в органы власти находятся под постоянным контролем. Обратная связь работает бесперебойно. Государственная система инцидент-менеджмент, действующая во всех регионах России, позволяет в короткие сроки отреагировать на жалобу и решить возникшую проблему. Только за февраль специалисты Центра управления регионом обработали около 4500 обращений. Так жители города Канаж пожаловались на постоянные перебои, а то и отсутствие воды в частном секторе. Вопрос отрегулировали быстро. «У нас частный сектор. К нам проведен центральный водопровод, который постоянно мерзнет. Неоднократно обращались в МУП «Водоканал», а действий никаких. Нас пять домов, живущих без воды. Воду с работы приходится возить баклажками, чтобы приготовить пищу. У нас дети маленькие, их не помыть, ничего». Это сообщение от жителей Канаша по имени Андреев Центр управления регионом поступило 5 марта в 6.30 утра. Через пару часов проблему решили. С автором обращения нам встретиться не удалось, но жители частного сектора подтвердили – проблема не нова. «У нас воду подключили из подвала пятиэтажного дома, 17 или 19 по улице Куйбышева. Трубу провели вдоль фундамента, который, как сильные морозы, промерзает. Фундамент там, значит, щель, надувая снег на эту трубу, и вода замерзает. Как сильный мороз, так у нас воды нет. Звонили дочери, дочь нам привозила в бутылях воду пищевую, и мы вот таким образом, значит, жили. Ну и вот так вот мучились без воды. А умываться разогревали воду, значит, то есть разогревали снег на газу и умывались. Сейчас вода есть, да, последний раз отогрели». Оказывается, коммунальщикам достаточно было отогреть, а в некоторых местах просто заменить задвижку, чтобы вода пошла в дома. Конечно, это временное решение. Летом трубу будут перекладывать. «Водопровод некачественно выполненный в подвальной части. Мы его исправим, и, соответственно, чтобы, так сказать, в дальнейшем не было этих недочетов». «Вот, чтобы эту трубу немножко перенесли, утеплили, и нужно утеплить вот сам подвала». «Но это технические решения примут, так сказать, специалисты, и поэтому сделают ту работу, которая необходима». Алгоритм работы системы «Инцидент-менеджмент» базируется на цифровых технологиях. «Это позволяет оперативно выделять актуальные запросы и принимать решения». «В течение 24-х часов каждый гражданин должен у нас получать ответ. Есть трудновыполнимые работы, которые затягиваются, но в любом случае ответ дается своевременно. По той ситуации улицы Пролетарской, по отсутствию воды, тоже отрабатывали то, что было глубокое промерзание грунта. Силами водоканала оно было устранено, и я сам лично на связи, постоянно с населением, на странице Facebook, на странице в Инстаграме. Люди пишут, и каждый свою проблему решает как можно в кратчайшие сроки». Обращения поступают самые разные – отопление, водоснабжение, тарифы на коммунальные услуги, социальные выплаты. Эти вопросы волнуют жителей всех муниципалитетов.